Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Руссущественники». Сегодняшняя тема – русско-норвезская школа в Мурманске, где русские и норвезские студенты учатся. С нами, чтобы рассказывала об своем опыте в этой школе, бывшая студентка школы – Катерина Малышева. Добро пожаловать, Катя! Спасибо! Привет! Ну, сначала, расскажи об этой школе, пожалуйста. Какие студенты там? Да, русско-норвезская школа – это такой себе уникальный проект в Мурманске на севере, который предлагает десяти русским студентам и десяти норвезским, ну, не студентам, ученикам, наверное, лучше сказать, проучиться год вместе. Норвезским студентам он предлагает не только проучиться здесь год, но и прожить год в России и, соответственно, да, узнать что-то новое, получить для русских ребят – это возможность получить норвежский диплом, для норвежских ребят – это возможность посмотреть на Россию, поучиться с русскими ребятами и, да, получить такой вот опыт. А почему ты сама решила там учиться? Для меня это было скорее как такое испытание самой себе. Я узнала про эту школу, и я до этого уже была знакома с Норвегией по каким-то проектам, каким-то эксченджем различным, и я решила просто попробовать. Я не думала, что я действительно туда попаду и пройду через всякие экзамены, интервью, но мне это казалось очень интересным. Я ожидала встретить там очень много классных ребят заинтересованных в чем-то, в чем я заинтересована, да, каких-то единомышленников, можно сказать. И, да, я попробовала, я подала заявку, меня взяли на первое испытание, на экзамен, я прошла, меня взяли на интервью, и я прошла. За опытом, наверное, больше пришла. Отлично. А что вы там изучали? Какие предметы, например? Русские ребята изучали очень много предметов, поскольку они должны были пройти весь путь старшей школы Норвегии, пройти все те же предметы, которые норвежцы проходили в предыдущие годы, и таким образом у меня набралось две истории, древняя и современная, социология, английский язык в социологии, очень много норвежского, ну, физкультура, конечно, такие какие-то базовые предметы, предпринимательство, очень, очень важный курс. И также я знаю, что многие ребята могут выбрать что-то более углубленное в химию, биологию, взять физику и математику, но на моем курсе таких русских ребят не было, но это тоже сделать можно. Да, но это много выборов, возможно, выборы. А, да. Но там были уроки норвежского языка для русских, и уроки русского языка для норвежцев, да. Да. Да, верно. Да. Но ты изучала норвежский язык, а как твой норвежский язык сейчас? Норвежский язык сейчас у меня гораздо лучше, чем когда я начала, потому что, конечно, начала я с нуля практически. Я не знала каких-то базовых даже вещей. Я знала от своих норвежских друзей на тот момент какие-то максимально примитивные слова, что-то вроде приветствия, да, сказать спасибо, пожалуйста. Но именно как язык изучают я начала с нуля, и, конечно, когда ты начинаешь с нуля, видеть прогресс очень легко, потому что я в конце года уже писала экзамены на норвежском языке, я писала три эссе, и сейчас тоже продолжаю заниматься дальше, делаю какие-то задания, но чаще всего я просто его уже практикую. То есть во время школы я набирала какую-то теорию, базу в голове, а сейчас я его стараюсь больше практиковать. Езжу в Норвегию, разговариваю с своими друзьями, слушаю радио, читаю какие-то газеты, книги, уже больше как бы углубляюсь так в сам язык, не в академическую часть, а именно в язык. А норвежский язык сложный? Я не думаю, что норвежский сложный по сравнению с русским, например, или с английским. Я думаю, что норвежский действительно полегче. Но его невероятно интересно учить, потому что для меня, для русской, он абсолютно противоположен. Там есть интонации, там совершенно другое произношение, и он не отягощен сильной какой-то грамматикой, то есть его не прям в тягость учить, но интересно, очень интересно и такой небольшой челлендж. Да. А не говоря про другие диалекты тоже, слишком много диалектов. Да, диалектов действительно много, но, опять же, это очень интересно, и это такой же небольшой челлендж, мне кажется, как и во всех языках. Тем интереснее каждый раз ездить в разные части Норвегии, и как будто бы заново изучать язык. Да, наверное, но это обязательно говорить по-английски в школе. Да, там все говорят на английском, и домашние задания ты все делаешь на английском, преподают тебе на английском, ну, за исключением норвежского, конечно, там тебя преподают все на норвежском, и писать и говорить ты должен только на норвежском. Порой бывало так, что русские студенты уже и между собой начинали по-английски разговаривать, потому что все вокруг на английском, но ты уже по-русски плохо говоришь. И у меня до сих пор такое есть, что у меня русский как будто бы стал хуже, чем другие языки. Да. Но это хорошо, что у нас есть английский язык. Да, он как-то все так объединяет слегка, его можно вставлять везде. Везде. Да. Ну, расскажи, как было отношение между русскими и норвежцами? Вы часто вместо тусовались в свободное время? Первое время я бы не сказала, что мы прям много тусовались, потому что мы только знакомились, но для этого помогает школа, потому что она обеспечивает несколько мероприятий, таких как кемпинг, я не знаю, как по-русски сказать. Ну, в общем, мы за город выезжали все вместе. Были какие-то походы в театры, в кино, в кафе, если мы хотим вместе сходить, чтобы было без проблем. И также мы ездили вместе в Норвегию. Там мы действительно все уже подружились, потому что нам пришлось жить вместе, русским и норвежцам, и уже после этого мы стали больше проводить как-то свободное время именно вместе. После второго семестра сформировались какие-то уже группы определенные, друзей, и да, мы как-то вместе куда-то выходили, потусоваться, просто у ребят посидеть в общежитии, в кафе сходить, просто в домашку вместе поделать, да. А как было твоё первое впечатление норвежских, когда они пришли? До школы... Или вообще норвежцы? Да, я просто хочу сказать, что до школы я уже занималась какими-то проектами с Норвегией, поэтому я, в принципе, норвежскую ментальность знала близко, и она мне, в принципе, близка, потому что, ну, мне кажется, люди из Мурманска такие северные, ну, и, может быть, я в частности, поскольку я с Норвегией долго что-то, какие-то проекты делала, я уже её понимаю, принимаю, и могу сказать, что как бы на себя немножко даже уже как-то транслирую. Поэтому впечатление у меня было вполне спокойное, это не было чем-то необычным или странным для меня. Я, в принципе, быстро с ними как-то контакт нашла, и по итогу у меня больше получилось норвежских друзей, нежели русских. Но они все были невероятно классными ребятами, в принципе, что я и ожидала. Они все приехали из разных уголков Норвегии, это было очень интересно посмотреть, потому что раньше я была либо на севере, либо на юге, это Осло, Киркенес, вот как-то так, да-да-да. А впервые познакомилась с ребятами из Строндлага, из Бергена, и это было очень интересно, конечно. Но видела разница между норвежцами и русскими, как менталитет, это другой менталитет, да? Или как ты думаешь? Да, конечно, конечно. Да, я думаю, что русские и норвежцы очень отличаются, и конкретно в моем классе, конечно, можно было это заметить очень легко. И я думаю, что это еще связано с тем, что в моем классе ребята были не только из Мурманска, но они были из других городов, и была девочка из Москвы, и как бы не все, возможно, общались с норвежцами до этого, не все, возможно, были в Норвегии. Поэтому, конечно, вот этот барьер, он был поначалу, когда все только примерно понимали, как общаться друг с другом, и какие-то различия замечали. Но я думаю, что ко второму семестру как-то этот барьер пропал, и я думаю, что стало легче многим ребятам. Но, опять же, у меня как бы с самого начала, я не скажу, что был барьер, мне было, в принципе, легко. Но между другими, да, было интересно наблюдать, как они постепенно развивают между собой какие-то дружеские отношения. Но разница, конечно, есть. А было сложно норвежцам изучать русский язык? И что ты думаешь, они стали лучшими, или как ты думаешь? Русский изучать безумно сложно. И у норвежцев русский язык был разделен на три уровня. Легкости, сложности, легкости. Первый уровень – самый начальный, второй – посерединке, да, и третий – это был прям advanced, какой-то продвинутый уровень. И на всех уровнях его изучать сложно. Даже если ты уже долго изучал русский, или, например, ты его вообще не изучал – это сложно. Но я думаю, что ребята, которые начали с нуля, они действительно большие молодцы. Потому что русский сложен в произношении, сложен в грамматике. Там куча всяких правил, которые нужно запомнить. И они, в принципе, они очень старались. И у них как бы не было здесь выбора, потому что в России немного кто говорит по-английски. И если ты хочешь что-то спросить в магазине или на улице, ты… скорей всего тебе говорить по-русски. Поэтому ребята в таком ускоренном режиме, им пришлось изучать какие-то базовые вещи, и я лично ими очень горжусь. Я помогала своим друзьям как-то делать домашку, и я поняла, насколько русский сложный. Да-да-да, это правда, я сам знаю. Но им было страшно, на улице было страшно там. Или… В России? Да, в России. И чуть-чуть скучали по дому. Или что ты думаешь? Я думаю, что… Точнее, я не думаю, я знаю, что им не было страшно, им было интересно. Я помню, как они приехали, и мы должны были… Мы предложили, точнее, прогуляться. Вот я, например… Ой… Я, например, помню, как я гуляла со своими одноклассницами, когда мы только встретились. И им все безумно нравилось, им было очень интересно, им не было как бы страшно здесь ходить, не было такого, что они ходили из общежития в магазин, из магазина в школу и все. Они очень любили гулять, очень любили знакомиться с русскими, что было довольно-таки интересно наблюдать. И, конечно, скучали. Конечно, когда ты находишься в такой обстановке, что ты не можешь сходить к своей маме, не можешь сходить к своей бабушке и папе. Конечно, это грустно. Но у них были каникулы в промежутках, они могли съездить домой в любое время, когда им захочется, и я думаю, что они как бы восполняли вот этот момент. Но… Чтобы им было… Чтобы им было… Многие влюблены Россию, да, или что ты думаешь? Я не думаю, что они прям были влюбленные, но определенно многим ребятам России нравилось. Им действительно было интересно ездить в разные места. Мы с ребятами немного попутешествовали, вокруг Мурманска поездили в пару мест, и я думаю, что у них впечатления остались… Точнее, я знаю, что впечатления у них остались самые классные. И… Да, я думаю… Я до сих пор знаю, что многие мои доклассники, они хотят съездить снова в Мурманск, и хотят съездить еще куда-нибудь в Россию. И многие ученики НРС с прошлых лет, они до сих пор возвращаются и ездят в Россию, потому что… Ну, это действительно интересно, и я думаю, что те, кто выбирают приехать сюда на год, они приезжают все равно с какой-то идеей, с мотивацией, что им действительно нравится, и им интересно, поэтому… Да. Да. Ну, это… Прошли 6 месяцев в Мурманске сам. Я знаю, что это… Мурманск – это не самый плохой город для норвецов. Особенно потому, что там находится кончилство, где я чуть-чуть работал. И… Ну, это потому, что… Мурманск и Норвегия имеют… относение, наверное, потому что… И… Длинная история. И… Потому, что это Мурманск, это только три часа от границы Норвегии. И, наверное, это… 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 Это очень удобное место для норвецов. Конечно, хороший выбор, как первая встреча с Россией. Да, думаю, что... Да, тут я с тобой согласна, конечно, потому что люди, которые живут в Мурманске, я бы сказала, что у них, конечно, менталитет от норвежского отличается, но у нас объединяет такой северный менталитет. И я думаю, что он, конечно, к норвежцам ближе, чем, например, люди из Санкт-Петербурга или из Ярославля. Это совершенно другой менталитет был бы уже. И Мурманск, он, да, немножко облегчил им адаптацию, я думаю. Но всё равно много чего нового, я думаю, узнали. Да. А вы студенты, вы много выпили? Я не знаю, что это стереотип, но это тоже стереотип норвенцев тоже, или вообще стереотип северных народов, что мы много пьём. Тоже финансовый. Да, это правда, то, что здесь мы не только чай, конечно, пили, но это, мне кажется, неотъемлемая часть не только именно северных людей, потому что здесь холодно, и мы действительно часто ходим в бары, в какие-то кафе, особенно в России это очень доступно, и норвежцам это очень нравилось, то, что здесь это очень такой важный момент социализации, то, что ты можешь куда-то сходить, тебе не обязательно ходить к кому-то в гости, кого-то к себе приглашать. Мы всегда, мы чаще русские ходим куда-то. Поэтому, конечно, норвежцы тоже к нам присоединялись с удовольствием. Какие-то места нам очень полюбились, и мы, например, выделили какие-то любимые клубы, любимые рестораны, и мы частенько ходили, конечно, пили, не знаю, элементарно вино, пиво, какие-то такие базовые вещи, и было интересно, было интересно, было весело, и как-то без каких-то скандалов или происшествий это как бы безопасно всегда было. В России люди действительно пьют, но никто никого не бьёт. Ну, как бы мы всегда ходили, и было весело, и не было каких-то проблем. А если кто-то шлющий сейчас, может быть, студент средной школы, например, в Мурманске или вообще в России, и они хотят учиться в этой школе, что им нужно делать? Во-первых, им надо, наверное, очень хотеть, потому что, ну, должна быть какая-то мотивация, потому что ты проходишь все эти этапы, и они довольно стрессовые, и у тебя должна сохраниться твоя мотивация, твоя мотивация, твой интерес какой-то. И мне кажется, что это действительно крутой опыт, особенно для тех, кто хочет как-то почувствовать себя в процессе культурного обмена, куда-то попутешествовать, даже в ту же Норвегию или у себя по России, в Санкт-Петербург, если кто-то не был. То есть это прям такой небольшой челлендж, мне кажется, личный. Ну и плюс, конечно, про какие-то учебные уже плюсы я не говорю. Тебе дается возможность выучить идеально академический английский, тебе дается возможность выучить норвежский, как еще один язык. И тут, конечно, бывают стрессовые ситуации, но мне кажется, все стрессовые ситуации – это в основном просто челлендж для себя, и нужно быть к этому готовым, нужно как-то... и все будет классно. Ну, это хорошо. Да, и... Да. И, ну, я думаю, что это все. Спасибо огромное, что ты пришла на подкаст, Катя. Пожалуйста. Спасибо тебе. Да, и надеюсь, что эта школа продолжается работать, можно сказать, что продолжать существует, грубо говоря, лучше сказать. Надеюсь. И что это важно, что мы разговариваем с друг с другом, да. Это очень важно. Да, мне кажется, это очень круто. Да. Особенно при этом... при этом сложном времени, грубо говоря. Да, я согласна. Спасибо. Да, хорошо. Ну, хорошо. Пока-пока. Пока.